Сеженье глядит в полуночь, и важен Раме Божьи, обрящих дящам. Раме Божьи, обрящих дачам. Как каждый день бороться со своими страстями, грехами, и что нам в этом может содействовать. Как относиться к своему повседневному труду, домашним обязанностям. И что нужно делать, чтобы наша жизнь не превратилась просто в череду обычных житейских дел. Согласитесь, знать ответы на эти вопросы полезно каждому. Но меня встреча с книгой «День христианина» обрадовала особенно, потому что именно этой теме посвящены и наши ближайшие уроки в школе покаяния. На них мы с протеереем Андреем Каневым подробно разбираем статью святителя Игнатия Брянчанинова «Чин внимания себе для живущего посреди мира». В ней тоже говорится о том, каким в идеале может быть День христианина, и что человек для этого должен делать. Имеется в виду дела духовные – с утра, в течение дня, вечером. И на прошлом уроке мы начали разговор о чтении духовной литературы, поскольку святитель Игнатий советует нам приступать к этому занятию сразу после выполнения утреннего молитвенного правила. Но давая такой совет, святитель Игнатий уточняет. К этому важному духовному деланию нам следует подходить с рассуждением и совершать его нужно без расшибания лба. Он пишет, не должно обременять ум излишним чтением молитв и писания, также не должно упускать обязанностей своих ради неумеренного упражнения молитвы и чтения. Вот нам раскрывает святитель Игнатий почему. Почему? Мы привыкли, но мы же в большинстве взрослых людей пионеры, и вот мы по-пионерски почему-то, видимо, это какая-то матрица ума, такая вот ориентир какой-то, мы на него все начинаем ориентироваться. Больше, быстрее, сильнее, а духовный мир, он совсем оказывается другой. И вот святитель Игнатий говорит, не проводите все сутки в чтении, а оказывается посильно должно быть. Что оказывается должно быть, вот я знаю, что один духовник, допустим, советует своим духовным чадам вечерним правилам добавлять, допустим, несколько минут чтения или несколько страниц чтения, чтобы посильно было. Вот человек почитал, а потом подумал об этом, а не просто читать ради того, чтобы вычитать. Ведь освоение должно быть прочитанного. Поэтому это очень важное такое правило и рекомендация, что не больше, 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 а посильно. От простого, от малого к большому. Такое движение духовное. Как излишнее употребление пищи, пишет святитель Игнатий, расстраивает и ослабляет желудок, так и неумеренное употребление пищи духовной, ослабляет ум, производит в нем отвращение от благочестивых упражнений, наводит на него уныние. Совершенно верно. То есть этим пользуются лукавые, вот обращают внимание, он знает, что мы тщеславные. Знает, что у нас такая тщеславная горячка. Вот очень часто вот дает нам такое вдохновение, человек набирает разных правил, и потом все это бросает, потому что уныние в нем побеждает, к сожалению. Не зря святитель Игнатий сравнивает неразумное чтение духовной литературы с излишним употреблением пищи. И в том и в другом случае человек может насытиться до отвращения. Кто не слышал истории о том, что шоколадные конфеты могут вызывать отвращение у людей, работающих на кондитерской фабрике. А все потому, что новичкам есть сладкую продукцию на рабочих местах не запрещается. Опытные работодатели хорошо знают, но едятся конфет такие работники в первые дни досыта и надолго потеряют к ним всякий интерес. А то и просто категорически не взлюбят всякие сладости. Но ведь точно так же можно присытиться и духовной пищей. И такая опасность не гипотетическая. Она реально существует, и немало людей попали именно в такие сети лукавого, когда объедались без ума пищей духовной, неумеренно читая творения святых отцов. Человек вроде продолжает в церковь ходить, а внутри он уже перегоревший. И потом ему говорят, читайте святых отцов. Я говорю, ну что такое я прочитал, понимаете? Вот такая реакция. И он становится таким теплохладным, полумертвым, понимаете? Вот что страшно. Не от простого так, знаете, упорно идет человек ко Христу, а начинает вот так вот, уже вяло, уже он не борется. Потом и легко в его душу возвращаются другие страсти, с которыми он вроде бы боролся. Понимаете, сам это страшно. Вот эта вот притча евангельская о человеке бесноватом, из которого Господь и знал беса, да? И который вернулся, увидел душу очищенной и позвал с собой семь злейших себя. Вот это как раз может произойти с христианином, который неправильно идет по пути духовной жизни. Вроде бы сначала дал такой толчок, вроде бы начал бороться, потом заунывал, и вот это уныние снова может дать возврат страстей еще даже в худшем состоянии. Вот это вот опасно. Потому что то, что мы с вами говорим, это не просто досужие разговоры от людей, которыми начнется заняться. Это правила, которые, если человек не выполняет, если не следует им, это как бы дороже на знаки, знаки дороже на движение. Ты их должен знать, чтобы ехать правильно. Иначе если не сбавишь в нужном месте скорость, можно вылететь в кувет. Так же и здесь, это все вещи очень серьезные. Знаете, как вот про правила, про инструкции безопасности, говорят, что они написаны кровью. То вот эти правила, они тоже написаны кровью. Сотнями людей, которые, примеров людей, которые по гордости, по тщеславию пошли не так, как учат церковь, как учат отцы. Вот что важно. Поэтому каждый человек, кто хочет, хоть как-то приблизиться к духовной жизни христианской, он должен эти труды не просто прочитать и забыть, а использовать именно как первое, второе, третье, как инструкцию. Это духовная инструкция. Недаром они так святильным гладием не написаны. Там же никакой воды нет. Ну, какие-то я имею в виду рассуждения, поэтические, как часто бывает. Первое, второе, третье. Не путайся. Первое, второе, третье. Помимо чтения, святитель дает рекомендации и относительно того, как надо молиться в течение дня. Он пишет, для новоначального святые отцы предлагают молитвы частые, но непродолжительные. Вот как я уже такую некоторую сатирическую пародию нарисовал на жизни христианина, ну, всех нас, надо сказать, да, утром мы что-то вычитали, потом побежали, потом только... вернее, утром вычитали, потом только вечером вычитали. Всё. Вся христианская жизнь и обязанности закончились. Святитель Игнатий нам по-другому говорит, что есть правильный духовный опыт, когда человеку новоначальному, а новоначальным мы всеми, все с вами современные христиане, ну, по крайней мере, вот мы с вами точно, являемся новоначальными по отношению к духовному уровню святых отцов. Новоначальным является человек не по количеству лет пребывания в церкви, а по духовному овоту. И вот мы, по большому счёту, вот такими новоначальными и являемся. Почему очень часто бывают такие трагедии с молитвой, когда человек, ну, являясь и неофитом где-то, да, только-только-только пришедшим в храм, особенно там, где нет катехизации, нет воцерковления процесса такого, он начинает сам импровизировать с молитвой, набирает себе какое-то по вдохновению, да, сегодня одну молитву добавил, завтра у кого-то узнал, ещё добавил, ещё добавил. Вот молитвное правило разбухает, становится очень немаленьким, знаете, таким. И потом с человеком происходит надло. Ну, раз по гордости, получается, в основе же этого набирания гордость как раз, когда человек ищет не сокрушение в молитве, а как бы думает, что Бога можно умолить многословием каким-то таким. И с человеком происходит потом надлом, и он не может читать даже вот того правила, которое есть стандартное, да. А святитель Игнатий нам говорит о другом, что для новоначального полезней лучше коротенькое молитвословие, но повторяемое в течение дня. Это очень замечательный опыт. И в этом плане молитвное правило преподобного Серафима Саровского соответствует этому совету. Потому что мы про это правило как знаем? Что знаем? Три раза прочитал Отче наш, три раза Богородица Деврадовся, один раз Символ веры. И человеку современным кажется, как замечательно, какое облегчение молитвенной жизни. Но если мы целиком прочитаем совет преподобного Серафима, мы увидим, что, оказывается, это же правило повторяется в обед, а до обеда человек внутренней молитвой молится, по-моему, спасителю, да ведь? Иисусовой молитвой. А после обеда, до вечера, Богородица молится. Представляете? Это значит, что утром такая маленькая точечка поставлена, и молитвенное правило не заканчивается до обеда. Еще одна точка, и после обеда идет эта молитва у человека и заканчивается уже маленькой, но точкой вечернего правила. То есть получается, что целый день человек молится. И это полезней, потому что человек о Боге помнит, чем как мы сейчас делаем, вычитаем, потом о Боге забыли, вечером прибежали, запахались, что-то прочитали. И жалуемся, что у нас неналаженная жизнь христианская. Царство Небесное силой уберется, и употребляющие усилия восхищают Его. Учит нас Христос, и в этих словах раскрывается одно из основных положений Его учения спасения. Вот и святитель Игнатий в своих аскетических опытах обращает внимание на то, что и молитва требует от человека постоянного самопонуждения, в каком бы духовном устроении он ни находился. Ведь даже святые отцы себя на молитву понуждали. Этот труд ценен перед Богом, и в нем особенно важно постоянство. Когда же ум возрастет духовным возрастом, окрепнет, возмужает, тогда он будет в состоянии непрестанно молиться. Правильно. И вот это тоже очень важный духовный закон описан, что мой энтузиазм сегодняшний, вот есть у меня вдохновение, что я буду много молиться, больше молиться, он очень часто от горячки, потому что чтобы молитва действительно стала делом ума, важным делом, святым делом, нам нужно, чтобы этот ум наш, который привык рассеиваться, бегать где попало, быть проводником страстей, чтобы он окреп, а для этого нужно время. И тут тоже мы с этим должны согласиться. И вот мы с вами говорили уже об ступенчатости добродетелей, вот это тоже одна из ступенек, которые человек должен освоить. То есть вспоминать о Боге, как вспомнил с молитвой обращаться к Богу. И постепенно ум начинает так крепнуть человека. Это не делать двух-трех дней, месяцев, может быть, годы нужны для этого. Но потихонечку меняется внимание человека. И это не означает, что он больше читает акафистов, целый день стоит и акафистов читает. Эта молитва уже переходит в качестве внутренней молитвы, понимаете? И тогда человеку вообще ничего не нужно, ни книг, ни специальной обстановки, он всегда может молиться. И тогда ум получается сам начинает, Господь через ум человека призывает, через сердце его начинает призывать его к молитве. Получается так. Но это время нужно. Время и время, и терпение. Да, добродетель многоступенчата. И святые отцы говорили об этом всегда. Мы же в подтверждение этих слов обратимся к душеполезной истории из древнего потеряка. Однажды в монастырь преподобного Пимена Великого пришел за наставлениями один простолюдин. Но преподобный Пимен благословил самого благочестивого паломника сказать поучительное слово «братьи». И тот рассказал следующую притчу. Один человек пожелал видеть царя и попросил своего друга проводить его к царю. Тот согласился проводить его до половины пути. Тогда человек обратился ко второму другу с той же просьбой, и этот согласился проводить его уже до дворца. Наконец человек стал просить третьего друга и получил от него согласие, что он не только его проводит, но и ведет к самому царю. «Что значит сия притча?» спросили рассказчика братья. И он объяснил им, что первый друг – это пост, который доводит нас до средины спасительного пути. Второй друг – это целомудрие, и оно доводит нас до небес. А третий друг – послушание, и оно вводит нас к Богу. А чем же эта притча поучительна? Да тем, пояснил рассказчик, что она показывает неразрывную связь между всеми добродетелями. Все они являются как бы ступенями той лестницы, которая ведет нас к небу. Истяжав одну добродетель, мы обязательно должны заботиться и о том, чтобы обрести другую. И как пропущенные в лестнице ступени не позволят нам продолжать восхождение, так и пропущенные, то есть не обретенные нами добродетели, не дадут нам возможности пройти путь спасения. Далее святитель Игнатий пишет, «Озарившись при посредстве молитвы и чтения солнцем правды, Господом нашим и Иисусом Христом, да исходит человек на дела дневного поприща, внимая, чтобы во всех его делах и словах, во всем существе его, царствовала и действовала всесвятая воля Божья, открытая и объясненная человеком в евангельских заповедях». Этими словами завершается рассказ об утренних духовных делах, которые полагаются в основании Дня Христианина. Но в своей стахе святитель Игнатий описывает весь день. Правда, для нас его советы и пожелания во многом пока невыполнимы. Однако они рисуют нам картину того идеального дня, к которому мы должны стремиться, чтобы постоянно внимать себе, если хотим сохранять в душе мир, помнить о Боге, беречься от греха, то есть если хотим жить полноценной духовной жизнью. А ведь мы, повторимся, нередко о ней тоскуем, как о чем-то недосягаемом. Очень часто приходится общаться с прихожанами, которые говорят, как жалко, что мы живем в суете. Встречаемся мы с духовенством и друг другу желаемся, как жалко, что мы живем в суете. И вот получается так, что вот эта тоска об идеальном дне, на какой ориентироваться, мы как раз можем не искать его в своей жизни, потому что мы, конечно, живем в суете, а взять у святителя Игнатия как образец, к чему нужно стремиться. Так к чему же нам нужно стремиться, когда все утренние дела остались позади, когда мы, напитав душу молитвой, а тело завтраком, окончательно входим в труды и заботы текущего дня? Что бы мы ни делали с вами в обычное время, едет ли человек в трамвае, идет ли он недалеко до работы, работает ли он? Это все духовная жизнь. Но только в том случае, если мы одухотворяем, как бы это самое дело, которое мы делаем, одухотворяем вниманием к Богу, одухотворяем молитвой, вниманием к себе, это тоже духовное дело, что у нас нет такого разрыва, вернее, не должно быть такого разрыва, что у нас есть обыденность, а есть где-то какие-то ритуалы, и что мы ритуалы выполнили, и потом наша обыденность течет своим чередом. У христианина, судя по этой статье, по словам святителя Игнатия, должно быть все взаимопроникновенно. Вот как Господь сотворил Адама, он взял перь земную и вдохнул в нее, в эту перь, душу. Тело создал сначала, потом обухотворил бессмертной душой. Также и любое дело христианина, которое он делает, по своим ли личным делам, по общественным ли, если он это будет делать с памятью о Боге, с молитвой, то это тоже будет духовная жизнь. И нам не надо будет тосковать о чем-то, каком-то идеале, тосковать о египетских пустынях, то есть не нужно эту пустыню где-то искать. Ее можно устроить у себя в душе. Знаете, это очень важно, должна понимать, и пытаться это делать. Понятно, что сейчас у нас с вами это не получится сразу, но навык на то и навык, и опыт на то и опыт, что человек постепенно к нему должен себя приучать, обращаться с молитвой к Богу. Тоже очень непростое дело в течение дня, но очень нужное. Субтитры подогнал «Симон» И вот очень часто мы сталкиваемся в беседах с прихожанами, особенно нашими горожанами, мы в большом городе живем, и очень часто человеку приходится ехать на рабочее место очень долго. Пробки, просто дальнее расстояние, и порой даже называют такие цифры, как полтора часа, час, два часа. Это же реально много получается. Вот что человеку делать? Вот как попробовать выполнить то завещание святителя Игнатия по заповедям Божьим выполнять свои домашние общественные дела? Казалось бы, какая там может быть, какие заповеди? А заповедей может быть очень много. Во-первых, все, что относится к ближнему, потому что мы, когда едем, мы едем с кем-то. Допустим, представим, что мы едем не на своем автомобиле, а едем в трамвае, но в общественном транспорте. Нас окружают люди, это давка, как правило. Вот как важен урок подождать, может быть, этого трамвая, подождать спокойно, с памятью о Боге, понимая, что даже и задержка трамвая это тоже особый какой-то урок для нас, попущение Божие. И в этот момент не нервничать и ходить друг к другу подуживать, как-то подогревать гнев и осуждение, а отойти в стороночку и просто молиться про себя. Ведь никто нам этого удивительного дара не может лишить. Нас могут лишить свободы, нас могут ограничить нашу деятельность как-то, но молиться умом нам никто не может запретить и не сможет это сделать, потому что это одно из качеств внутреннего понимания свободы человека. Когда внешне, да, можно ограничиться, может быть болезнь, может быть какие-то обстоятельства, но ум-то всегда может молиться Богу, если мы захотим, будем обращаться умом к Богу. Итак, мы на нашем уроке рассматриваем тот идеальный день христианина, который описан святителем Игнатием в его статье «Чен внимания себе для живущего посреди мира» и сопоставляем, сравниваем его с реальным днем современного христианина, хорошо зная, насколько этот день переполнен своими заботами. Эти дни так не похожи, казалось, они несопоставимы, и все же и в том дне, который проживает сегодня христианин, вполне могут соседствовать земное и небесное, материальное и духовное. Так, например, мы можем по дороге на работу, находясь в общественном или в личном транспорте, вполне выполнять конкретные упражнения о Господе и выполнять со вниманием, например, упражняться в терпении. Потом в трамвае или там в автобусе какое место пытается занять христианин по отношению к ближним своим. Как положено отдать лучшее и занять скромное. Или все-таки человек пытается себя пожалев, отодвигать пожилых, беременных женщин и продвигаться, значит, к лучшему месту. И не важно, кто христианин по возрасту, да, или по женщинам, или мужчинам, все-таки очень, мне кажется, важно и самому тоже понимать, не биться за какие-то права, там, обязанности, вы мне обязаны, да, вот у меня право такое есть. Потом в это время, когда мы едем на работу или по своим каким-то делам, это время дальнее, тоже можно использовать правильно. Вот мы жалуемся, что мы не можем читать, мы не успеваем читать, мы не успеваем молиться. Вот это время тоже может быть использовано для молитвы. Не слушать сплетни, не слушать, кто кого там, как вспоминает, каким добрым или недобрым словом, а осуждать, сидеть, какая у нас пошла молодежь, и так далее, или какие-то люди злые, а обратиться снова к молитве, к молитве и к Богу тоже можно. Разумеется, речь идет не о том, чтобы мы ездили в общественном транспорте с постоянно раскрытым молитвословом. Нет. В подобной обстановке уместно и удобно держать ум в памяти Божьей или повторять краткие молитвы. А еще можно воспользоваться современными техническими средствами. И, например, с помощью аудиокниг сделать свой путь на работу еще и путем ко спасению. Вот некоторые христиане прибегают к такому опыту, используя современные технологии. Ведь ехать далеко, а читать времени мало. Сейчас появились аудиокниги замечательные, когда начитывают нам и с выражением, и красивым голосом какие-то святоотеческие творения или какие-то лекции, допустим, или проповеди известных проповедников, очень полезные записываются. Очень нам тоже можно взять, допустим, купить, сделать себе пожертвование. Я так человеку говорю, сделай Богу пожертвование, купи себе аудиоплеер. Ну или какой-то там MP3-плеер, ну современную какую-то технику, как она сейчас называется, не помню уже. Закачай себе спокойно и слушай. И пока я не видел разочаровавшихся людей, потому что для них это становится действительно приобретением эти два часа. Не мукой, что я теряю суток 24 часов, 4 часа на дорогу, а это оказывается 4 часа приобретения и общения с нашими знаменитыми проповедниками и со святыми, как замечательно. И человек в этот момент, он, конечно, будет уже как-то по-другому себя вести, он будет по-другому себя чувствовать, когда он приедет на работу. Если бы в нашей школе покаяния был звонок, то сейчас ему самое время прозвенеть, а нам сказать, сегодняшний урок окончен. На нем мы прочли и разобрали всего лишь один абзац статьи святителя Игнатия Брянчанинова, член внимания себе для живущего посреди мира, где речь шла об утреннем чтении христианина. Оно в идеале должно последовать за исполнением молитвенного правила и стать определенной зарядкой для ума и сердца человека, вступающего в новый день своей жизни. А святитель Игнатий советует, что, как, сколько нужно читать, чтобы этот духовный труд принес пользу. Хотя поначалу такой совет воспринимается как невыполнимый. Читать с утра нам в будние дни – это нереально. Однако если не торопиться и попытаться искать не причины, по которым мы не будем исполнять этот совет, а возможности для его исполнения, то окажется, что все реально. Было бы только наше желание, желание спасать свою душу, достигать жизни вечной, а для этого надо трудиться. Финский православный писатель Тит Калиандр, автор книги «Узкий путь» пишет, «Вера приобретается не мечтаниями, а трудом. Не слова и размышления дают нам познание Бога, а опыт. Для того, чтобы проветрить комнату, надо открыть окно. Чтобы загореть, надо выйти на солнце. И вера достигается не иначе. Никакой цели человек не достигнет, если он не будет делать по направлению к ней хотя бы маленьких шагов. И делать эти шаги мы учимся на наших уроках, чтобы каждый прожитый нами день становился бы реальным днем христианина». Свят, 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 есть и Боже, Богородицею помилуй нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова